С 3 по 6 мы проводим всероссийскую акцию, протестную, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации. Сегодня те принятые закона о дополнительном налогообложении тяжелым временем легли на плечи наших граждан. С учетом того, что усиливается безработица, усиливается гнет через цены на товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги, жизнь становится очень сложной, а порой нетерпимой. Причем для очень большого количества людей речь идет о 50% граждан, которые сегодня балансируют около черты бедности или проживают ниже черты бедности. Поэтому эти вот законы об имуществе налог на имущество, о земле, налог на землю, о капитальном ремонте, это все из той серии, которая дополнительной удавкой сегодня на плечи наших граждан легли. Вот против этого произвола, при котором богатые богатеют, а нищие становятся вообще очень уязвимы, опускаются до самого дна, мы и выступаем. Мы выступаем за то, чтобы наше производственное отношение выстраивались, исходя из конституционной заповеди, как в социальном государстве. Мы за то, чтобы наша промышленность и хозяйственные предприятия могли получать кредиты, достойно работать, ввести в своей стране бизнес достойно, чтобы не было коррупционного гнета. Мы за то, чтобы не только развивалась промышленность и сельское хозяйство, но и за то, чтобы развивалось здравоохранение, за то, чтобы развивалось образование. Мы выступаем против того, что сегодня в бюджете не нашлось денег на дошкольное образование. Против того, что сегодня абсолютно урезано все, что связано со развитием скорой помощи или профилактикой заболевания. То есть, чем славилась всегда наша держава, она занимала 25 лет назад первое место по профилактике заболевания. А сегодня это просто уничтожается. У нас была забота о дошкольном образовании, оно все было бесплатным. Сегодня это все уничтожено бюджетом 2016 года. Но и скорая помощь, это сердечные заболевания, которые сегодня на первое место выбежали. Это эпидемиологические заболевания, которые тоже сегодня свирепствуют в нашей стране. И отсутствие средств на развитие скорой помощи, это очередная удавка уже на демографию нашей страны. Если говорить в целом о сальном аспекте, мы видим, что падает доход у населения, снижается уровень заработной платы. При инфляции в 13%, а потребительской за 15%, повторяю, жизнь становится очень тяжелой. Предложение многих слоев населения, которое выражает Компартия Российской Федерации, и в тех законах, которые разрабатывает, и в тех программах, которые разрабатывает, и вооружает сегодняшнее правительство, и власть часто остаются неуслышанными. Поэтому улица, как один из самых серьезных аргументов в борьбе за права народа, остается оружием главного калибра. Мы не так давно провели мероприятие по защите дальнобойщиков. Вот все, что связано с большегрузными машинами, больше 12 тонн. Много удалось сделать, но не все еще сделано на этом направлении. Эта борьба продолжается. У нас многие регионы выводили многотысячные митинги в поддержку этого бизнеса. Этого малого бизнеса, вокруг которого кормится достаточно большое количество людей. Мы, допустим, в Кирове поддержали работников центрального рынка, рынок хотели закрыть и выбросить на улицу сотни людей, которые осуществляли там трудовую деятельность. Это как раз и есть тоже малый бизнес. И люди могли там подешевле, чем в супермаркетах, получать продукцию. То есть через свою малую пенсию, малую зарплату иметь повыше покупательную способность. Мы там вывели более 5000 человек и защитили этот рынок. У нас тысячу различных примеров, где мы отстояли предприятия. Это здесь в Москве, пожалуйста, Молния или Шереметьевские профсоюзы вместе с нами выбили в суде, в принципе, миллиард зарплаты для того, чтобы летный состав эту зарплату получил. Вот у нас в Подмосковье предприятие «Берег». Три месяца после чего было без работы. Нам удалось сделать все для того, чтобы у этого градообразующего предприятия появился заказ. Сейчас очень большую работу ведет наша партийная организация «Ставропольская». Там градообразующие предприятия по производству стекла в бедственном положении. Одним словом, вот вопросы наказания и содействия промышленным предприятиям, научным подразделениям, малому бизнесу, сельскохозяйственным предприятиям, в защите экологических систем. Мы тысячи имеем примеров, когда защитили Малую речку или знаковый социальный пруд, или отстояли рощу, или городской парк. В этом плане наша протестная акция является, я повторяю, главным орудием в защите интересов трудового народа. Мы по всей России проводим эту акцию, причем мы сейчас развернули наши и всероссийские акции с акцентом на региональную составляющую. В разных регионах на первый план выходят различные по значимости острые вопросы. Вот в Москве сейчас, допустим, это парковочные места, это налог на капитальный ремонт, это развязки транспортные, но под этой хорошей, нужной работой застраивается опять через точечную застройку, гостиница и так далее, и так далее. И снова делается не совсем правильная работа. И здесь вот люди выступают против этих вопросов. В ряде других регионов отсутствует, конечно, вопрос парковочного направления, но зато обостряется вопрос земельного налога. земельного налога, потому что во многих регионах в частной собственности или, как говорится, в свое время в пользовании на вечные времена закреплены 30-50 соток. И если брать налог по рыночной стоимости или по банитету даже, то это, в общем-то, гибель. Гибель для тех семей, кто получает или пенсию, или небольшую на селе зарплату, там вообще безработица зашкаливает. Это преступный налог для абсолютного большинства наших людей, которые выращивали на этих сотках овощи, картофель, производили дополнительно яйцо, мясо, молоко. То есть это удар по деревне, который трудно сравнить с каким-то до этого ударом, хотя деревня пережила за сто лет много различных невзгод. Но это очень серьезное явление, особенно при головотяпстве многих чиновников на местах, которые ничего не видят, кроме того, чтобы лишь схватить деньги, значит, или бюджет, или перепутать с карманом. Вот эти все вопросы, они сегодня будут активно обсуждаться на наших митингах, встречах с депутатами. Мы ожидаем, что эта акция пройдет динамично, уверенно, напористо, в ней примут участие не только наши сторонники, не только, естественно, члены КПРФ. Безусловно, это и дети войны, безусловно, это и ветераны войны, и ветераны труда, безусловно, это молодежь. Безусловно, эти те коллективы, которые сегодня очень пострадали. То есть это абсолютное большинство категорий нашего общества, которые недовольны вот этими поборами, которые сегодня просто не дают вздохнуть обычному рядовому человеку, загоняя его в тупик. Мы видим сегодня, или перестреляли друг друга, не могли расплатиться с кредитом из-за обвала этого рубля, или выбросили ребенка, или вот эти постоянные негативные сводки. Но это ведь не что иное, как протест человека против этой политики. Надо быстрее разворачивать социально-экономический курс, олигархический, преступный, на курс социальный, который прописан в Конституции, ради интересов абсолютного большинства людей. Человека труда, в первую очередь. Мы не за то, чтобы осуществить какую-то уравниловку, мы за то, чтобы человек труда получал достойную зарплату. Мы выступаем за то, чтобы человек, отдавший все свои силы на развитие промышленности, сельского хозяйства, на благополучие Родины, был достойно оценен, когда он уходит на пенсию, через эту пенсию. Мы за то, чтобы наша молодежь была хозяином на своей земле. Мы за то, чтобы лес, вода, недра служили народу, как это прописано в Конституции. Это богатейшая страна. В богатейшей стране должны люди жить богато. Сегодня, посмотрите, Норвегия, да не только Норвегия, многие другие страны, вот почему там и Каддафи, и другие, и Ливия, значит, и Ирак уничтожались Соединёнными Штатами Америки. Ведь во многих из них очень большие льготы были для населения. Это и базовые выплаты, это и абсолютно дешёвые энергоресурсы. Вот сегодня Норвегия. Все получают базовые от природной ренты выплаты. Или сейчас Швеция ставит вопрос, 2,5 тысячи долларов каждому человеку давать, из-за того, что она выполняет в жизни ленинскую по существу формулировку. Они живут как при социализме. Это действительно социальное государство, где хорошо живётся и пенсионеру, где хорошо живётся бизнесмену, молодому человеку. Вот это как раз то, к чему мы подходили в 80-е годы. Если бы это немогучее предательство верхушки в лице Горбачёва, Ельцина и окружения, я убеждён, что мы преодолели бы эти временные трудности и саботажные, которые уничтожали тогда продовольствие во всём Подмосковье. Овраги все были забиты и мясом, и чулочно-носочными изделиями. То есть этот саботаж спланированный подогревался долларовым мешком из-за бугра. И на это многие люди, к сожалению, клюнули. Надо сегодня восстанавливать ситуацию, которая должна всё сделать для того, чтобы быстрее Россия вставала с колен. Вот с этим новым экономическим социальным курсом, в котором живётся абсолютным большинству людей в богатейшей стране достойно. Вот этому посвящается и эта акция, и, как правило, все наши акции, которые мы проводим протестные. Но с учётом того или другого направления, в зависимости от региона. Конечно, на Северном Кавказе другие несколько вопросов, исходя тоже из обстановки. И мы сегодня рекомендуем там проводить в закрытых помещениях. Но выяснять, почему сегодня в десятки раз производится продукция на человека с разницей в различных регионах. Почему совершенно разный уровень безработицы. Почему народ бежит туда в ИГИЛ и так далее. Это ведь всё понятно, всем должно быть. Но понятно не только коммунистам, но и тем, кто сегодня руководит и допустил, что целыми посёлками уезжают и берут автоматы, и против всего прогрессивного, за чернуху эту бьются жизни свои, отдают. Это же ведь позорище в целом этой политике, это порождение этой политики 25-летней. Вот это всё является тем огромным резонансным системным протестом через улицу, на которую власть реагирует. И когда мы трибуну депутатов Государственной Думы и трибуны региональных представительных органов власти объединяем с улицей, объединяем с работой трудовых коллективов, профсоюзными организациями, создаём новые профсоюзные организации, тогда мы быстрее добиваемся решений тех вопросов, которые ставим. Я хотел бы пригласить ещё раз наших соотечественников, граждан, восстановить и в душе, и в своей поступе, и в жизни великое чувство, чувство хозяина своей земли. Это наша Родина, Россия великая, богатая, она принадлежит нам и никому больше, ни олигарху, ни другому какому-нибудь коррупционеру, кто огородил гектары, иногда сотни гектаров нашего леса, или ограничил доступ к водоему, или использует природную ренту, присвоив в себя углеводородную, эту природную ренту или земельную ренту. Это внезаконное явление, это внекоинституционное явление. Поэтому давайте это великое чувство восстановим, как этим чувством пользовались наши отцы и деды, которые сумели после 1917 года стать образованными, стать хозяевами на своей земле, изгнать тех угнетателей, которые не давали стране развиваться и дали нам всем образование. Великая страна стала победителем фашизма и всех тех отрядов империализма хищнических и сегодня. И сегодня это доброта, соборность, чистота помыслов у абсолютного большинства русских людей, миролюбия и всего нашего национального народа является залогом этого чувства, чувства хозяина на своей земле. А через это чувство мы, безусловно, развернем и социально-экономический курс и возродим строительство социального, социалистического государства, приглашая всех на наши протестные акции. Редактор субтитров А.Семкин